Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем о том, как бороться с плодовыми мушками. Когда приходит осень, когда у нас много фруктов и когда мы начинаем ставить вино, у нас появляется большая проблема. Это вот эти маленькие плодовые мушки, которые не дают нам спокойно жить. Конечно, количество их бывает, что зависит от сезона. В прошлом сезоне у меня как-то они особо не доставали, но в этом появилась действительно реальная проблема, когда их кажется просто тьма-тьмущая. Ну и как же с ними бороться? Значит, первое это чистота. Чистота, чистота и еще раз чистота. Не оставляет никаких ни ягод, ни фруктов, ни остатков кофе, ни остатков чая, ни кусочков хлебушка, ничего. То есть максимально пищевые продукты необходимо убирать. Но если мы, например, ставим наше вино в каких-то отдельных помещениях, там гаражи, подвалы, еще что-то, значит там мы тоже максимально стараемся соблюдать чистоту. Эти звери имеют невероятно сильное обоняние. И любая капелька, которая у нас остается, где-то при переливке на бутыли, где-то еще вот буквально капельку мы капнули, когда что-то делали, все, они уже на это слетаются. Поэтому максимально все необходимо поддерживать в чистоте. Переливали что-то, что-то в бочку, например, загрузили бочку, протерли, чтобы нигде ничего, никакой вот даже капельки сока не оставалось. Пока у нас сусло бродит на мезге, значит тоже идеальный вариант это какие-то большие бочки и плотно закрывать крышкой. Да, мы открываем, да, мы мешаем, но если мы оставим это все открыто, и туда слетится просто рой. Поэтому, значит, максимально все стараемся закрывать, чтобы они туда не лезли, чтобы они не портили нам жизнь. И сразу хочу сказать, что, ну, часто про этих мушек говорят, это уксусные мушки, это плодовые мушки-дрозофилы, что они разносят уксусные бактерии, да, в том числе, но они переносят дрожжи, еще много чего. И, в принципе, если у вас вино нормально, если вы правильно за ним следите, если вдруг одна какая-то мушка попадет, ничего страшного не произойдет. Но это нежелательно, ну, просто потому что нежелательно. Значит, дальше мы все по максимуму, по нашим возможностям убрали. Что можно сделать еще? Конечно, можно их как-то пытаться отловить. И в этом что нам поможет? Например, ловушки. В прошлом году я делала такие для ОС. Точно так же можно сделать и для этих мушек-вреднюшек. Значит, любая бутылка пластиковая, абсолютно любая, из-под любого напитка, разрезается, переворачивается сюда. Здесь у нас плотненько она вставляется. И туда мы наливаем что-нибудь. Немножко сусла, немножко, например, сладкой водички с уксусом. Они очень на запах уксуса летят. Какого-то фруктового сока, чего угодно. Ну, немножко, где-то там на буквально пару сантиметров, чтобы вот это вот внутри горлышко, оно не доставало до жидкости. Что получается? Конечно, они все это чувствуют. Они туда слетаются. Ну, вылететь им достаточно сложно. И там они в этой жидкости оседают и погибают. Потом вылили и все. Конечно, это как бы не панацея, но по крайней мере вот этого роя мушек уже не будет, потому что они будут туда залазить, топиться, ну, и там оставаться. Очень хорошо помогает пылесос. И тут, чтобы их, как бы, ну, понятно, если вот их вот летает какая-то масса, то ходить с пылесосом и их отлавливать, ну, это бессмысленная штука. Но эти самые мушки, они очень любят белые. Если у вас есть белая стенка, то, либо белый потолок, они оседают там, вы красиво проходите с пылесосом, только не с насадкой, а просто с трубой. И их убираете, значительно уменьшаете их количество, потому что эти мушки, они размножаются очень-очень быстро, прямо в геометрической прогрессии. Значит, наша задача их максимально убрать. Если у вас ничего белого в помещении нету, то повесьте белый лист, что-то поставьте белое, они будут максимально собираться там, а вы будете периодически проходить и их убирать. Конечно, занятия так себе, полностью их не уничтожат, но очень сильно уменьшит их количество, и, по крайней мере, уже вот этих сильных раев не будет. В интернете я еще встречала такие вещи, как вот пластины от комаров Раптор, якобы они спасают от этих самых мушек, они их уничтожают. Честно, не пробовала, у меня на даче этих пластин нет, у меня никогда не было проблем с комарами. Если хотите, попробовать можно. Но помним, что в это время, значит, если у вас что-то стоит в броде, значит, оно не стоит открыто, оно стоит закрыто. Еще в интернете вы можете встретить такую рекомендацию, как оставить какой-то открытый сосуд, тоже чем-то, что привлекает этих мушек, а потом быстренько накрыть, то есть они слезятся, быстренько накрыть и, ну, нести куда-то. Ну, вот этот способ я бы не советовала, потому что, да, мушки собираются, и пока вы что-то накрываете, их достаточно большое количество разлетается. Поэтому эффективность этого способа так себе, ну, а то, что вы их привлекаете, ну, это факт. Также можно их отлавливать, если у нас совсем ничего нету, в пакетик положили тоже какой-нибудь фрукт, эти звери тоже, они залазят везде, они залазят в любые пакетики, они залазят куда угодно. Соответственно, они в пакетик залазят, вы этот пакетик просто потом завязываете и выкидываете, ну, тоже как вариант. Но все же самое основное, это чистота, чистота и еще раз чистота. Максимально старайтесь нигде, чтобы ни капельки, ничего не оставалось. Тогда им, ну, грубо говоря, не на что будет лететь. В бутыли тоже заливаете, например, когда смесги сняли, обязательно все хорошенько протрите. Вплоть до того, что в этом году я даже горлышки бутылок сверху протирала водкой, чтобы максимально убить запах, чтобы вот они на это все не слетались. Вокруг тоже не только в помещении, но и где-то рядышком смотрите, чтобы у вас минимально было каких-то органических остатков, потому что именно в этих органических остатках эти мушки и размножаются. Могут даже они жить в почве, в комнатных цветах, комнатных растениях, поэтому на период, когда у вас и так много запахов и что-то вроде, значит, если там стоят растения, перенесите их куда-то в другую комнату, чтобы не было вот этого рассадника, этих самых мушек. Конечно, бороться с ними сложно, поскольку в сезон они появляются вообще абсолютно-абсолютно везде. Независимо, это приусадебный участок, это частный дом, либо это городская квартира, причем даже где-нибудь на высоких этажах, все равно эти мушки, они появляются везде. Но при помощи таких вот простых мер, да, не полностью избавимся, но по крайней мере сильно уменьшим их количество и несколько облегчим себе жизнь. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свои мнения, задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку, еще будет ссылка на каталог наших сортов винограда и мои контакты. До новых встреч!